человек с высшим образованием и вы не справились с элементарной задачей изучите шалом левославные с вами евгений вольнов известный некоторым из вас как майор чернобаев знаете из донецка поэтому не могу остановиться продолжаю прозванивать донецких коллаборантов тех кто сотрудничает с оккупантами а именно помогает проведении фейковых референдумов и мне когда начали весьма неприятно эта тема которые пытаются качать российские сми до сих пор пытаются рассказывать о том что кто-то там кому-то запрещал разговаривать на русском языке даже во времена моего мои мои школьные времена значит рядом с моей школы находилась школа в которой было позвание полностью украинском языке но при этом я учился на школе которая была на русском языке большинство школ донецких были на русском языке крайней мере в мои школьные годы поэтому я помню что все вот эти в этом ситуации по поводу языков всегда использовались перед выборами естественно под выборы все эти россказни про то что вот значит там защитим русский язык всякие там шуфричи кто там еще но вы понимаете да все это дело слышали поэтому я не остановлюсь пока не разрушу этот ссанный миф о каком-то там притеснении этот звонок это очередное доказательство того что только очень низко образованные и промытые люди могут верить в эту ложь поэтому послушайте ну и не забудьте написать в комментариях что вы думаете по этому поводу всем спасибо за лайки и за подписку поехали алло да или викторовна да здравия желаю майора чернобаева администрация президента по поводу завтрашнего участия вашего как наблюдателя вас проинструктировали уже скажите да 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 нет нет я имею ввиду по поводу на по поводу каких-то нестандартных ситуаций во время непосредственно нет 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 но наверное с утра должны вас проинструктировать все таки потому что нам сказать что нужно году ну хорошо смотрите давайте так предположим вот завтра кто-то из тех кто приходит на участок заходит раздавать украинский флаг что вы будете делать украинский паспорт флаг флаг нет нет флаг флаг а флаг что я буду делать приглашать милицию правильно правильно ну видите что в курсе все хорошо замечательно интуиция хороша так как у вас скажите вообще вот настроение потому что знаете нам информацию сообщает администрация донецкая а вот непосредственно жителями редко получается возможность пообщаться хотелось бы узнать непосредственно от жителей донецка вот какие настроения скажите рады люди вообще наконец-то референдум люди рады у нас первый день когда было же на дому ходили по домам люди приходили на участок рвались проголосовать а как а вдруг мы не успеем а вдруг мы не дождемся мы им объясняли что и домой вы дождетесь к нам можете прийти вот 27 числа люди очень рады со слезами наши родники наконец-то мы дождались но искренние такие чувства искренние порывы вот и мои вот и соседи и родственники с большим желанием потому что в четырнадцатом году вы помните как это было референдум конечно мы ходили на референдум так а если сравнить вы скажите чем отличается вот тогда и сейчас ну тогда наверное такое же вдохновение было тогда у нас был перед глазами пример крыма мы мы думали что у нас также получится сразу не пришлось долго ждать и страдать чтобы этого но уже проголосовали скажите да конечно первый же день как вы думаете я какая будет ну учитывая то что вот эти четыре дня уже очень многие проголосовали я не знаю сколько там процентов осталось у нас списках не проголосовавших еще поэтому не могу сказать вот уже было вчера на вечер сегодня на утро 77 процентов днр еще сегодня же весь день я знаю много еще добавилось какой процент не знаю ну вот кто остался наверно все придут да скажите а вы уже получили российское гражданство да паспорт у меня есть а дети у вас есть призывного возраста у меня дочь дочь через сколько 32 года не хочет пойти послужить нет нет понятно понятно я ну просто вы знаете предлагаем если что еще такой вопрос смотрите вы наверное следите за ситуацией вы видели что нам пришлось немного перегруппировать наши силы харьковской области вследствие чего немножко отошли ну вы видели наверное да несколько населенных пунктов вот и мы сейчас делаем так сказать работа над ошибками для того чтобы следующий раз не повторилось того же самого я имею ввиду ситуацию когда люди которые которые мы доверяем которые хорошо действительно нам помогают чтобы получилось так что они остаются на территориях на которые заходят вооруженные силы украины понимаете да конечно же вероятность этого крайне мала донецк выстоит в любом случае но на всякий случай у нас есть три пункта населенных на выбор это иркутск улан-удэ и усть-кут вот любой из этих трех пунктов выберите просто я запишу вашу анкетку иркутск наверное более цивилизованной иркутск но он крупнее да хорошо так и запишем тогда вы едете у нас в иркутск не то чтобы то есть вы и в случае если нам придется передвинуться да вы не остаетесь а вы поедете в иркутск но под украиной нет потому что я я уже провинилась очень сильно перед украиной своими пророссийскими настроениями я участвовал всех выборах наших аденеровских и я там уже у них во всех черных списках в миротворце наверно тоже вы есть да где да конечно и с самого начала я ни разу не выезжала за пределы днр за все это время тем более хотелось бы узнать изначально какие цели вы преследовали и получилось ли вам их достичь мы это кто лично выявили днр я учитель русского языка литературы да конечно ничего себе да конечно достигли бандеровцы не давали учить русского языка правильно понимаю ну так и наук на территории украины вообще не было русского языка но вы подождите учителем русского языка что-что ну вы в четырнадцатом году или в тринадцатом году вы кем работали училим русского языка в украине я работаю русского русского языка в украине до 14 нет я имею ввиду после четырнадцатого года на территории украины вы поняли что когда мы у них все предметы видись на украинском языке и предметы русского языка него только факультатив там пожелания как-то так это конечно фашизм это так дети не изучали не толстого страна называется украина они учат на русском языке ну правда у нас конечно в россии тоже на украинском языке нигде в школах не учат но мы то не фашисты правильно мы просто предлагаем учиться только на русском языке и все тем более в это учитель русского языка у вас работа всегда они они запретили русский язык только украинский был я бы не смог жить если не запретили на русском языке разговаривать за другого не знаю языка еще вот что проблема может быть и спиар лингийский знал у меня знакомый есть помоложе у него дочка так получилось что чернигове она жила с рождения не расстались с мамой и вот он все переживал ну как же так вот она пойдет в школу она будет все предметы учить на украинском языке что мне делать как ее забрать но это же слом психики ребенка она говорит вообще на русском языке не говорит и как она потом сможет кроме украина где-то быть так может еще английский выучит но это может быть а если нет я хочу уточнить то есть вы преподаватель а правильно понимаю я учитель русского языка человек с высшим образованием правильно и вы не справились с элементарной задачей изучить еще один язык правильно понимаю почему я учил французский язык в школе в университете а вы понимаете нет практике нет практике то есть вы не смогли выучить никакой другой язык кроме русского правильно понимаю я украинский я хорошо знаю узнаете украинский язык то есть у вас тоже произошел слома психики получается ну мой же родной язык русский я все время говорю на русском языке и учиться я должна и детей своих хочу учить на русском языке зачем мне что мешает смотрите ну так а если в государственных школах русского языка нету что мешает отдать ребенка в частную школу где его научат хоть на русском хоть на английском у нас есть днр за это мы и боролись 8 лет чтобы у нас он был и мы говорили на нем а у них не было ну смотрите вот есть как я понимаю город днепр да который сейчас переименован в днепр днепропетровск бывший правильно там все говорят на русском языке правильно да да ну и что там украинском языке понимаете в чем дело мы в россии тоже не учим на на чужом языке мы учим только на государственном языке почему когда то же самое делает другое государство вас это смущает а когда это делает российская федерация вас не смущает не понимаю где наш язык родной русский так переехали бы к нам сразу вот вы говорите вы хотите в иркутск или куда ничего тебе переехали а работа дома родственники как это все бросить и переехать вот смешной вам сколько лет все бросили поехали ну просто вы так говорите вы это говорите странно по поводу языка что типа это стало причиной того чтобы значит голосовать отделяться и восемь лет жить в состоянии не только язык язык одна из причин а их власть их майдан а их эти американские европейские вот эти глупости всякие зачем нам это надо мы смотрите секундочку вроде бы как виктор федорович янукович когда шел на последние выборы на которые вы выбирали он шел с риторикой данных он жил шоу с риторикой не присоединение к россии он что с риторикой европейской интеграции поэтому его выбрали нет не так я просто изучал вопрос ну я не сильна в этих моментах практически понял я понял что-то пошло не так он шел в европу за одним а потом как-то получилось по-другому наверное так ну ладно давай я вас понял я знаю по-французски одну пословицу вернемся к нашим бараном то есть то с чего мы начали как вы надеетесь с какой скоростью жизни в донецке наладится на довоенные времена после присоединения к россии ну чтобы на сто процентов я не знаю но так лет пять но у нас все разрушено у нас все пол заводы стоят шахты тоже ну видите как получилось нехорошо конечно да зато без бендер хоть бы дожить еще потому что обстрелы каждый день я уже боюсь выходить надо за интернет пойти заплатить а там куда я хожу все время прилет и прилет люди гибнут на улице ну в общем номер у вас есть вот если что звоните не забываем подписаться чтобы не пропустить свежие видео вот такой вот шикарный мерч с чернобаевкой чернобаевскими черепами можно найти в моем мерч магазине по ссылке из описания ну и огромное спасибо всем тем кто поддерживает меня только благодаря тому что вы меня поддерживать я продолжаю делать звоночки без вас я бы не справился это сейчас не шутки это не красивые слова действительно давным-давно я уже пришел к тому что исключительно зрители меня финансируют партнерская партнерка ютуба это все это мелочи какие-то там рекламный контакт тоже мелочи вы только вы только благодаря вам продолжают выходить звонки поэтому спасибо всем тем кто продолжать меня поддерживать те кто все еще этого не делают можете этого не делать никаких значит претензий если вы хотите меня поддержать вы можете подписаться спонсором стать на ю тубе вы можете приобрести подписку на пранк-шоу чтоб при приоритетнее лучше короче говоря ну и также даже если вас нет финансов ребята любой лайк любое распространение видео это тоже помощь поэтому всем огромнейшее спасибо а особенно тем кого увидели на экране они вообще красавчики спасибо